Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале Международного Института Здоровья Человека. С вами я, Игорь Салинчук. И сегодня мы будем говорить об очень важной вещи. Как заменить искусственную вентиляцию легких при коронавирусной инфекции, да и, собственно, при других инфекциях. Как можно не использовать искусственную вентиляцию легких. На самом деле, задолго до того, как изобрели искусственную вентиляцию легких, как эти аппараты были разработаны, использовался другой метод, в Советском Союзе в том числе использовался, и метод достаточно эффективный. И я о нем сейчас вам подробно расскажу. Дело в том, что... Почему необходимости? Дело в том, что коронавирусная инфекция, особенно в России, распространяется очень серьезными темпами. И, кроме этого, есть конкретные сведения, что, на самом деле, смертность при использовании аппаратов искусственной вентиляции легких, летальные исходы, их больше, чем тогда, когда эти аппараты не использовали. Трудно еще понимать, как точно эти все вещи трактовать, но такие исследования есть при новой коронавирусной инфекции. Соответственно, мы с вами понимаем, что, ну, если можно не использовать искусственную вентиляцию легких, ее нужно не использовать. Лучше всего это делать. И я сейчас покажу вам, во всяком случае, дам конкретное описание, вводное, покажу, расскажу, как проводится процедура, которая очень, очень и очень, я бы сказал, старая, но ее изучают в медицинских институтах и так далее, и так далее, и так далее. И много лет тому назад, еще до того, как было разработано аппарат искусственной вентиляции легких, успешно справлялись физиотерапевты с опасными вещами, которые связаны с накоплением слизи в легких, и справлялись с помощью так называемого пастурального дренажа. И вот о пастуральном дренаже мы будем с вами поговорить. Дело в том, что при коронавирусной пневмонии, воспалении легких, вызванном коронавирусом COVID-19, многие симптомы легочные, они выражаются как раз в смертельно опасных повреждениях от выпада или от цикотокинового шторма. Что такое выпад? Выпад – это такое патологическое состояние, при котором скапливается биологическая жидкость в одной полости тела из-за воспаления. Например, слизь в легких, скапливается – это тоже выпад. А цикотокиновый шторм – это потенциально летальная реакция нашей иммунной системы. Она происходит, эта реакция в том случае, когда наш организм, сбитый с толку инфекции, начинает беспорядочно совершенно активировать цикотокинами иммунные клетки, клетки иммунитета, в очагах воспаления. И ткани в очаге воспаления, они просто разрушаются. Вот цикотокиновый шторм это называется. И вот такой цикотокиновый шторм наблюдается в том числе у больных, тяжелобольных, коронавирусной инфекцией COVID-19. Так вот, с вот этими симптомами как раз справляется постуральный дренаж. Чтобы человек не захлебнулся, собственно, своей же жидкостью, вот этой слизью, которая у него выделяется. Как вообще общая идеология? Для того, чтобы проводить постуральный дренаж в обычном случае, не нужны никакие приборы. Он есть нескольких типов. Он бывает статический, он бывает динамический. Я вам сейчас расскажу про статический постуральный дренаж. И в зависимости от того, слизь скапливается в каких отделах легких, там разные есть позиции для проведения этого постурального дренажа. Как правило, вообще выражается это все в том, что больной переворачивается через перекладину, через стул или через какие-то сложенные подушки. Или же лежит вниз с животом на наклонной поверхности так, чтобы легкие и бронхи были наклонены вверх ногами. В таком положении слизь начинает вытекать и появляется у человека возможность откашлиться. Иногда добавляются похлопывания по спине в области легких. Это тоже способствует тому, чтобы слизь отходила. Вообще этот метод, он прост в применении как для самого себя, так и для членов своей семьи. И в рамках дома, семьи это очень хорошо его можно использовать. Раньше так бронхиты у детей лечили на самом деле. Это старая техника, но она успешно себя показала. Даже наши многие врачи, которые в США переехали, они туда привезли вот эту технику эмигрировавшие врачи и успешно использовали вот эту технику. Какие бывают противопоказания? Это очень важно понимать, какие бывают противопоказания. Особенно против наклонного положения, когда это называется положение Тренделленбурга, когда голова находится вниз. Да, вот относительно вот этого положения, когда голова находится вниз, положение Тренделленбурга, противопоказания такие. Это недавно перенесен инсульт, это подозрение на внутричерепное кровотечение, это может быть аневризма аорты, тоже противопоказание, это может быть свежая инфарктная карда, тяжелое нарушение сердечного ритма. Вот это вот те противопоказания, которые есть. И при этом методе, постуральном дренаже, человек принимает такое положение, при котором зона поражения легких находится выше, чем место разветвления трахеи на два главных бронха. То есть, то место, где скапливается слизь, оно находится выше, чем там, где трахея разветвляется на два главных бронха. И с помощью этого слизь, может быть, мокрота, она продвигается под воздействием силы тяжести к главным бронхам и довольно быстро, скорость от сантиметра до двух с половиной сантиметров в минуту, она достигает места разветвления трахеи, ну и слияния главных бронхов и трахеи. А в этом месте, вот там, где разветвляется трахея, в этом месте самая сильная чувствительность к кашлевому рефлексу. И когда мокрота достигает вот этой точки, возникает очень серьезный, но непроизвольно рефлекторный кашель у человека. И мокрота выводится естественным путем из дыхательных путей, без лекарств, да. Общая продолжительность, но нужно проводить, надо понимать, что общая продолжительность вот этого постурального бронхажа, она должна быть не менее 20-30 минут. Если это нижние отделы легких, да, мы ложимся на живот или на спину, на наклонную плоскость, так как я показываю, да. И вот, или положение, может быть, перечинного ножа. Тоже, это сложенный человек, вот так вот в поясе сложенный. Вот. Это тоже эффективное положение для этого постурального бронхажа. Можно на кровати это делать, можно, ну, где удобно. Самое главное, чтобы общее состояние позволяло все это выполнять. Кстати, мы в серии других видео рассказываем подробно об этих вещах, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы все из первых рук знать и видеть. И дальше, что мы делаем? Дыхательные упражнения, мы делаем глубокое диафрагмальное дыхание при этом, да. И чтобы увеличить давление на органы брюшной полости, на верхний отдел живота можно положить мешочек с песком или с солью, там, допустим, весом килограмм или два или три, да, или эластичный пояс. Это серьезная процедура, как мы это выполняем, с практической точки зрения. Нужно принять необходимое положение. Достаточно при нем наклона от 15 до 30 градусов, ну, не надо там даже под 45, да. Вот. Можно использовать с фитболом, да. Фитбол – это тренажерный мяч, то есть можно через него перегибаться, можно его использовать тоже. И нужно начинать, на самом деле, вот эту практику, я говорил о том, что замена в определенной степени аппаратом искусственной вентиляции легких, но не надо ждать показаний, то есть тяжелого-тяжелого течения болезней для того, чтобы использовать эту практику вместо искусственной вентиляции легких. Ждать не нужно. Это можно использовать сразу же, как только вы почувствуете, что слизь начинает скапливаться и вам тяжело дышать. Не надо ждать ситуации, при которой вы начнете задыхаться. Поэтому нужно начинать себе при помощи дыхательной практики, помогать. И дыхательная практика какова? Полный продолжительный вдох через нос, вот такой. И такой же продолжительный выдох через зубы, сжатые зубы. Звук такой шипящий должен быть, да? И после этого надо прокашляться, обязательно. И снова повторяем. И вот такой практике достаточно уделить 20-30 минут в день. Очень важно это делать с утра, потому что за ночь, как правило, скапливается большое количество слизи. И вот сейчас я вам показываю разные дренажные положения. И на этих дренажных положениях мы видим, их можно по-разному использовать. И случаи, в которых видно на этой картинке, про дренажные положения. Очень хорошо видно, где скопилась слизь, вот эти темные зоны. И какое положение нужно принять, для того, чтобы из этих темных зон отходила мокрота. Ну, это несколько позиций бы показали. Самую главную идею мы должны понимать. Как проводится и зачем проводится постуральный дренаж. И мы должны понимать, что вот обязательные условия, чтобы мокрота выходила, я уже дыхание показал. Обязательные условия для того, чтобы мокрота выходила во время процедуры, это удлиненный форсированный выдох. Такой длинный-длинный-длинный выдох через зубы. Это нужно для того, чтобы создать мощный воздушный поток, который увлекает за собой все вот эти вот выделения. Из легких, из бронхов. Если при процедуре возникает сильная одышка или удушье, нужно ее прервать. Иначе не меньше 20-25-30 минут делаем мы эту процедуру. Если у вас есть вопросы, напишите, пожалуйста, под этим видео свои вопросы. Мы на все вопросы постараемся ответить ваши. Теперь я хочу очень важную вещь сказать. Мы проводим трехдневную видеоконференцию «Антикоронавирус», где научим вас поднимать свой иммунитет самыми простыми, естественными, надежными методами. И вот я вас приглашаю бесплатно в ней участвовать. Вот здесь вот кнопочка. Вы нажимаете кнопочку для того, чтобы бесплатно участвовать в нашей трехдневной видеоконференции «Антикоронавирус». Вводите свою электронную почту, и вам приходит приглашение для каждому дню участия в нашей видеоконференции. Если вам это видео понравилось, поделитесь им со своими друзьями, чтобы многие могли себе помочь тоже при этой опасной коронавирусной инфекции. Поставьте лайк видео, если оно вам понравилось, и подписывайтесь обязательно на наш канал Международного института здоровья человека, чтобы первыми получать самые ценные и важные для вашего здоровья сведения. С вами был я, Игорь Церинчук. Желаю здоровья вам и вашим близким. Увидимся в видео на нашем канале. Пока.